Что бы познакомиться просто быстро, я скажу о себе. Я с IT-индустрией, я давно знаком, с 99-го года, когда папа принес это, как он сегодня рассказал, коробку с БК «Электроника-21». И где-то до 99-го года, там, Паскали и Эксели всякие. И, в общем, я экономист. Но я никогда, и я сейчас работаю в университете в Самарском политехе, и никогда не занимался образованием, и по конференциям точно не ездил. Но всю жизнь меня мотало по всем крупнейшим химиям, большим предприятиям, розничным сетям, очень крупным. И в прошлом году, сейчас прямо скажу пару слов о себе. Спасибо, я хотел сказать, конечно, ребятам, что присылают всегда, как бы, на чем оформлять. Ну, я тут своего чуть-чуть добавил. Я всегда, когда лук пишу, я глазки дорисовываю, да, ну и тут теперь, как бы, не отмажешься, что это не моя презентация. В общем, год назад я услышал от Евгения, что у нас в Тольятти, оказывается, такой проект развивается интересный. Про блокчейн я много тоже читал, смотрел. Вот, но когда мы начали общаться уже на предмет экономики, тут меня больше всего заинтересовало, что блокчейн действительно… Ну, сейчас мы выныриваем, как бы, из глубины, вот, так понимаю, больше людей все равно здесь находится в сфере разработок, IT и так далее. И давайте я предлагаю вынырнуть немножко в экономику и посмотреть, почему я там… Моя презентация называлась, что будет после пятого маха, потому что скорость, действительность сейчас, то, что происходит в экономике, и то, что прогнозируют единицы пока экономистов, которые участвуют в фундаментальных каких-то исследованиях, связанных с возможностями, которые дает эта новая технология. И Евгений меня попросил, говорит, Артем, можешь вот про неоинстациональную экономику поговорить немножко, рассказать, что это такое вообще, откуда она появилась, и куда она нас, скорее всего… Ну, как, неизвестно, куда она нас приведет точно, но тренд и направление нам уже понятно, да? Я попытался собрать все, снова у себя перечитал, посмотрел все экономические, как бы, основы, которые были и есть в основе нашего, как бы, мира находятся, потому что экономика, она… ну, экономика вообще-то искусство, так-то это даже не наука до какого-то времени считалось, и вот ребята, которые там, ну, последние два перечислены, вернее, у Кейнса даже не было никакой Нобелевской премии, а у Хайка, слава богу, она появилась, ну, мы сейчас дойдем до них. То есть я сейчас быстренько, буквально, чтобы тоже не задерживать, расскажу о том, что происходило на этом шарике круглом, и что сейчас вот изменилось глобально, я считаю, в девятом году, и это не связано с Атоши Накамото, девятый год для экономистов – это переворот, потому что впервые два неок-инстанциональных экономиста получили Нобелевскую премию, хотя это тоже отдельная история, что это за премия и так далее. Я всего лишь три главных вот этих вот своих тезиса пробегусь, они как раз на трех следующих кадрах показаны, то есть искажение понятия экономических теорий, взгляд из будущего немножко попробуем пройтись, и в конце это мои выводы рисков тех нестабильных ситуаций, которые в экономике нас могут ждать. Часть из них мы все знаем, как Сергей сказал, не будем мы сегодня ни про какие-то все разговаривать, но это как бы один из вот вибрационных таких экономических случаев, которые сейчас трясет, я считаю, и еще дальше будет трясти. По следам, не помню, у меня дальше там есть немножко, да, это, ну, у меня своеобразный, я сейчас вырабатываю для себя, как бы стиль информации, преподнесения, и я попробовал на одном большом слайде, по которому сейчас мы и будем, там, может, минут пять-десять идти, собрать всю историю и все основные, то, что касается, ну, мне показалось, будет интересно. С чего бы мне хотелось вообще начать, чтобы сразу понять, как это связано с криптовалютными делами, с блокчейн-делами и так далее. Вот здесь штепсель написано. Вот, на самом деле должно было другое слово быть написано, штемпель. Вот, это мы там просмотрели в какой-то момент. Смысл его в чем? Если посмотреть на нижнюю часть и вообще, как бы, окунуться, откуда экономика появилась, и что это, еще раз повторюсь, искусство, и на самом деле переводится просто как искусство, ведение домашнего хозяйства, да. Ну, домашнее хозяйство через революции промышленные превратились в то, что мы сейчас имеем. Вот, но началось все, и, как мне кажется, скорее всего, мы сейчас проскочив, то, что в экономике нас трясло, связанное с монетарными системами, мы, мое мнение, вернемся опять не то, чтобы к натуральному обмену, но с помощью штемпеля, еще раз, S здесь неправильно, который, что такое штемпель, и как появились вообще деньги, да. Вот, когда на кусочки золота поставили штемпель, его начали называть монета. То есть, да, вот первые монеты, их печатал как раз сын царя Гига. История уже не помнит имя, вернее, история-то, конечно, помнит, как звали сына, но я думаю, что тут как бы папа, кому интересно, там, можете покопаться, больше сделал для того, чтобы появились монеты. Вот, а сегодня мы имеем крипто. Крипто. Штемпель, да, который, по сути, все две с половиной тысячи лет, что переживала экономика, а экономика из-за денег, немного экономистов так считают, но сейчас все больше и больше, переживала больше отрицательных эффектов, которые принесли деньги, которые у нас сейчас есть, и вообще монетарная система, это то, что когда и монеты, вы знаете, портили, да, потом совсем от золота отказались, и сегодня уже непонятно, почему государство взяло на себя такую функцию, как монетарное регулирование, потому что на самом деле деньги никакого отношения к государству не имеют. То есть вот ценности, возникающие при обмене между людьми, они всего лишь были вынуждены, обеспечены, ну, таким вот придуманными, да, делами. Ну, здесь Остап Бендер не случайно, потому что сегодня, ну, имея криптографические способы защиты ценных вещей, на которые мы привыкли называть деньгами, да, мы практически все отрицательные стороны теории денег в большом, как бы в широком смысле, мы их отметаем. Мы, ну, конечно, сейчас еще то, что называется, то, что происходит с помощью спекуляций, инвестиционных спекуляций, мы это имеем немножко, ну, не то, что немножко, так и сильно имеем отклонение от нормального развития, которое бы хотелось. Вот. Я хотел, честно говоря, здесь рассказать немножко про флорины, про рубли и про все остальные койны. На самом деле то, что сейчас происходит, последние, например, года-два, появление в экономике нерегулируемых государством монет, это не новость никакая, да, все мы знаем, что монеты частные существовали всегда практически. Вот. Монополия на монетарные регулятивные воздействия, она возникла всего лишь недавно, ну, какие-то там сто лет, с лишним небольших, пускай сто пятьдесят. Поэтому то, что мы наблюдаем сейчас с появлением тех продуктов и основой блокчейн-технологии, экономисты, некоторые вот, с которыми я общался, они говорят, да, это, ну, давайте потише об этом говорить, потому что похоже, что это может перевернуть вообще, в принципе, состояние мировой экономики, непонятно как, но перевернуть, потому что, ну, все мы новости читаем, и все мы это слышали. Сергей вчера говорил, о, ну, я еще, так, где, нет, это совсем не то, вот сюда, вернемся опять, говорил, ну, про неуинститутную экономику и вообще про институты. Мне бы хотелось, чтобы каждый, кто вышел из этого зала, если, ну, будет несогласен или согласен, ну, мне кажется, что тут не согласиться будет сложно, одинаково вынесли хотя бы понятие института, экономики, денег, ну, про деньги мы немножко поговорили. Институт, на самом деле, очень простая вещь, это всего лишь просто обычаи, да, то есть те обычаи, которые мы сами для себя придумали когда-то, например, есть базовые обычаи института, языка, да, которые мы гласно-негласно, мы о них договорились и ими пользуемся. С развитием государственных дел появились государственные институты. То, что называется новой, если вот просто неуинституциональная экономика на русский язык перевести, а я привержен из того, что у нас много недопониманий и разночтений происходит, из-за того, что мы просто разными глоссариями пользуемся, да, а на самом деле неуинституциональная или новая институциональная экономика это всего лишь новые обычаи ведения дел или, ну, ведения дел в широком смысле, бизнеса, да, там, внутри каких-то хозяйств делать и так далее. Поэтому я знал, куда я попаду, я знал, что я попаду в компанию, да, разработчиков, и мне бы хотелось, может быть, на следующем слайде, это будет более отчетливо видно, мне бы хотелось, чтобы вы отдавали себе, после того, как вынырнете из этих огромных строк кода, из блоков, ассемблеров, классно, я это слово давно любил, как бы, ну, само по себе, задумывались о том, что все, что вы делаете, должно приносить в первую, наверное, очередь пользу, да, и сегодня, к сожалению, к своему, ни в чей камень, ни огород не бросаю, но я вижу, что очень много проектов, которые декларируют, и скоро мы декларируют эту пользу, но скоро, я думаю, мы получим какой-то эффект, когда мы этой пользы не увидим, и начнется потихонечку, ну, я, любое сдутие, это начало другого, как бы, другой волны, поэтому я думаю, что мы начнем все-таки больше к пользе в первую ее главу ставить. Где-то я здесь писал про ценности, но не вижу, наверное, да, ценности, открытия, гипотезы, человек, кодер, ну, кодер, даже, почему я написал, потому что мне очень понравилось, как, не помню, с какой, Microsoft-компания, да, там, президент на одной из конференций, он вышел главой минуты-полторы и кричал слово просто кодер, да, или девелопер. Понятно, что сегодня, наверное, эта профессия и, как бы, ее перспективы, очень много на ней завязано, а экология хайпит, это в порядке творческого бреда добавлено, потому что экология, наверное, действительно должна хайпить, но сегодня мы пока видим, что сложившиеся интересы больше используют это, ну, в своих интересах каких-то, ну, сложившиеся стороны разные. И человек. Вообще экономика, если, как бы, каждый себе задаст вопрос, что такое экономика, мне там сразу говорят это, деньги, товар, деньги, еще что-то, еще что-то. Экономика, в первую очередь, это человек. На самом деле это, наверное, другого определения, ну, одна из каких ценностей первых, да, в экономике стоит, это человек. Поэтому, когда вы про квадрокоптеры, про ботов, которые могут решать какие-то наши проблемы, думаете, вы всегда по-любому к человеку относитесь. По поводу Коуза, где-то, ну, они где у меня, на самом деле, Коуза, вот сюда я вернусь. Я хотел бы вам про Кейнса, Хайека и про Коуза немножко рассказать, прям буквально три минуты, да. Если в три минуты уложить всю историю экономических учений и кто как на нее повлиял, то мы увидим, что экономика особо вообще никогда, ну, как наука, она не складывалась, пока там, например, ну, мы не увидели, как появился Адам Смит, причем он появился лет через пятнадцать после, да, по-моему, первой промышленной революции, то есть он находился, мне кажется, примерно в такой же ситуации, как сейчас мы. То есть он просто наблюдал, он видел эти резкие перемены и попытался сложить это в какие-то законы экономики. Он сложил. После него, наверное, крупных особо не было, ну, там, Карла Марс, вот он такую веселую картинку я нашел, он молодец, он сделал так, что в экономике стал заметен человек, то есть все, что связано с человеком в экономике, с его защитой прав, это благодаря Карла, который, ну, он из Германии был изгнан, вот, и все свои основные работы, конечно, в Англии делал. Потом, там, с трех минут осталось полторы, и мы уже подходим к 2009 году. Кейнс с Хаеком, это, в общем-то, два товарища было, ну, коллеги на поле экономической, как бы, мысли, но они занимали две принципиально разные позиции. Сейчас поймете, почему здесь Кейнс и причем здесь блокчейн. Кейнс был, был, и он победил в этом сражении между Хаеком и Кейнсом, и он на 50 лет все государства мира, благодаря кейнсианству, это целое направление, которое возникло после победы Кейнсом над Хаеком, ну, интеллектуальной, естественно, победы, стали использовать в своих методах, в своей работе, вернее, государства, одну простую, как бы, заповедь. Государство должно заниматься экономикой. Если в экономике что-то не так, то давайте мы сейчас или денег выпустим, или на Первую мировую войну еще напечатаем их, ну, и понеслось, и понеслось. Кейнс в этом смысле, он не виноват, он, наверное, на самом деле, я думаю, все мы хорошие люди, Кейнс тем более хороший человек. Но 50 примерно лет мы видим, что в экономике преобладало и до сих пор еще преобладает регулятивное воздействие государства на экономику. В отличие от Хаека, и с Хаека, наверное, можно сказать, как раз и начинается новая такая парадигма экономическая, которая говорит, ребят, прочь руки вообще от рынка, не нужно. Если у нас здесь что-то беда какая-то случилась, у нас есть интересанты из промышленности, у нас есть интересанты из социальных сфер, сейчас это все выправится. Не было, на самом деле, ну, мной точно не найдено, наверное, если поискать, найти, то не было ни одного примера, когда государственное регулирование спасало экономику. Можно единичные случаи найти, но в основном это всегда приводило к тому, что становилось только хуже. После Хаека в прошлом веке, ну, родились мы все в прошлом веке, да, но после Хаека крепко стрелял Коус Рональд, который открыл вроде как бы всем глаза на то, что, ребята, давайте подумаем о том, что экономика наша сегодня составляет этот вот такой большой борец с умом, он опасный, он тяжелый, он очень хороший, но в принципе вот все понимают, что, но никто не знает точно, сколько занимают транзакционные держки в мировой экономике. Ну, примерно, вот, знаете, кто считает, что их больше, чем 50 процентов, поднимите руки. Но остальные, может, просто не задумывались, да, но на самом деле, ну, можно простой пример привести, да, одно время работал на крупном, там, виноводочном предприятии, но неважно, шампанское делали, водки там не было, шампанское. Вот, в бутылке шампанского, самого шампанского, примерно, ну, если сегодня он стоит, там, ну, среднее, да, там, дербен какой-нибудь, который везде все знают, там, 200, 300, 250 рублей, там шампанского рублей на 10, да. Все остальное, это, ну, учитывая, что там стекло есть, производство, да, если это автоматизированное производство, там, понятно, все это будет сужаться, но 50 процентов, даже еще во время, когда я конкретно сидел на себестоимости, 50 процентов – это уже все за заводом, абсолютно все. То есть это, ну, на самом деле, экономика – это наш самоист, а без транзакционных издержек, ну, это такой маленький-маленький какой-то китайский каратист или японский. Вот. Юркий, гибкий, и, наверное, у него, в принципе, ну, мне он как-то, само мне тоже нравится, но юркий, быстрый каратист, мне нравится чуть больше. Так, вот здесь я написал интересные вещи, которые, наверное, пробежать их нельзя. Хотя, go fork – это, ну, yourself, да. Мне именно yourself понравилось, потому что, ну, это созвучно, да, со стандартной фразой, fork yourself и так далее. Сегодня экономист, с которым я общался, и который смотрел за рубежом эту тему, смотрит, что происходит, да, наверное, есть такой прогноз, ну, с нашей стороны точно, что каждый из нас, где-то это тоже мелькало, наверное, монеты свои у каждого должны быть. Возможно. Я не знаю. Но то, что сейчас происходит и к чему это идет, наверное, персонализация экономических отношений, которые, вот, ну, я знаю, что есть такие темы, которые связаны с репутацией, да, и так далее, то, что называется человеческий капитал. Вот как его измерить? Я сейчас в университете меньше года работаю, но мне очень нравится, я полностью сейчас в исследование ушел. Можно просто оценки заменить на коины. И студент выходящий, да, он получит, как бы, человеческий капитал. И работодатель, который будет принимать наших студентов там через сколько-то лет, он будет видеть не просто дипломы, еще и непонятно, на блокчейне, вот эти отлично, как бы, они там никогда не менялись или менялись они, вот, но он будет видеть человеческий капитал, выраженный в достижениях человека. Технология блокчейн в образовании и вообще, в принципе, в экономике, куда, вот, ну, как говорится, не плюнь, она транзакционные издержки уменьшает, и слава богу. Ну, планируется уменьшать, да, как бы, покажите мне, ну, я знаю, что проекты есть наверняка, как бы, которые транзакционные издержки уменьшают, но давайте их считать, потому что сегодня, если, например, это я не говорил еще, ребята, но, и может быть, это не к их проекту, а к какому-то другому, но если через какое-то время вы не покажете то, что уменьшенные вами или полученные дополнительные резервы благодаря ваших проектов отвечают тем уровням инвестиций, вошедшей в эту экономику, то там начнутся, как бы, вопросы вообще такого же фундаментального порядка. Не заигрались ли мы, да, в какую-то игру, сами себе придумав ее. Так, нет, картинки там быстро мы проскочим. Я вот еще про базовый доход, наверное, хотел сказать, потому что сегодня идеально на то, что складывается вокруг экосистемы, выросшие на технологиях блокчейна, ну, и опять же, к fork yourself, базовый обязательный доход человека, если это, вернее, все знают, что это такое, ну, кто-то не знает, поднимите руки, кто знает, что такое базовое, да, обязательно, ну, все знают, все проголосуют, значит, за меня, когда я пойду на президент какого-нибудь, скажу, базовый доход, и все, никакой программы. Несколько экспериментов было. Ну, может быть, да, но было несколько экспериментов, на самом деле, говорят, что какие-то из них были засекречены, и не засекречены, и локальные, и нелокальные, тоже вопрос к тому, что сегодня ребята говорили о урбанизации, да, что люди приезжают больше в города и так далее, но децентрализованная система, говорит, в принципе, логики действуют, скорее всего, разъезда. Трамвай, магазин, это шикарно, да, но вот какие-то, например, там, продукты маты в домах, мне кажется, это вообще скоро мы увидим. Сергей вчера говорил про два основных посыла, которые вообще лежат в неоинстанционализме, да, но по-своему их интерпретировал, они никак не противоречат тому классическому пониманию. Я хотел бы обратить вот на две последних строчки здесь, оппортунизм и ограниченная рациональность, но давайте без, только сначала, AI. Вообще экономика действует так, что мы с вами, по сути, все, каждый лично ограниченно рациональны. Это в основе любого человека лежит. Можно ли эту проблему решить с помощью IT-решений каких-то, это вопрос. Я думаю, что с помощью робота-экономики это точно можно решить. То есть если мы, простой пример, какую-то функцию из существующей экономики, где сидит конкретный человек, чиновник, не чиновник, не важно, мы просто знаем, по-моему, на следующей где-то я выделил большие области, где транзакционные издержки должны попасть первые под удар. Если мы человека с ограниченной, ну, в принципе, с ограниченной рациональностью меняем на машину, которая, ну, не знаю, можно создать ограниченно рационального робота с конкретным функционалом конечным, ну, не знаю, мне кажется, нет, да, то есть у него есть конечный функционал для конкретно этого места, вот конкретно этого места. Мы же говорим, что давайте сделаем роботу, у которого будет неограниченное, ну, рацио, и вот он пускай что-то делает, не нужно, да, все новости читают, Google говорят это, розетку выключил, как они начали разговаривать на своем языке. В этом случае я предполагаю, что заменив какую-то функциональную часть порождающей транзакционные издержки не ограниченной рациональным ботом, я его назову, да, пускай, вот, мы избавимся от этой струйки, которая транзакционное, как бы вот это болото раздувает. И второе, то, что лежит в основе неоинстациональной экономики, это оппортунизм. Кроме того, что мы с вами еще все ограничены, чуть-чуть рационально, в любом случае, насколько-то, мы с вами все абсолютные оппортунисты по природе своей, да, ну, кроме того, что кто уже просветление получил, тот, наверное, может сказать, я не оппортунист и так далее. Так, будущее, прошлое, экономик, peer-to-peer, что такое? Азик Рул, а, насчет Азик Рул, не касаемо, может быть, конкретных ваших проектов или то, что я слышал за два дня, но сегодня законодательство мне понравилось, я не знал об этом, что в Германии невозможно кукой заменить конкретного человека где-то, ну, где-то на каком-то участке законодательно. Сегодня мы действуем действительно в пространстве пустом, и кроме Азика Азимова и трех его законов, я не знаю, как Сергей с Евгением хотят роботов своих вообще, в принципе, как бы, ну, будет, конечно, ограничение и так далее, но где-то вот мне внутри кажется, что какие-то вот такие законы, пускай внутренние или не внутренние, они должны появиться, и там три четверти написано. Я вот не взял с собой, а у ребенка, у дочки взял игрушку мягкую, да, и мне кажется, ну, это тут в каком-то плохом настроении я был, фотографии какие-то все ужасные получились, но меня пугает, что он собирает за полторы секунды, да. Это круто, что он может собрать за полторы секунды, ну, что он может сделать еще за оставшиеся там несколько секунд, не то чтобы пугает, ну, вот Кайзи Куазимова, да, там экология, это, наверное, опять к трендам, куда бы мне хотелось, чтобы направлены были реальные проекты, потому что, что мне еще нравится, как бы, в блокчейн-экономике и проектах в этой индустрии, то, что все, кто здесь участвует, наверное, в меньшей степени зависит от регуляторов, от интересов государственных и так далее. И если ребята занимаются, вот, IPCI, да, проект с экологическими выбросами и так далее, то ничего не будут говорить, но мне это нравится, и мне кажется, туда нужно еще больше проектов засовывать. По поводу три четверти, здесь, наверное, вот, здесь написано, моя мысль, наверное, была об этом, о том, что, ну, и насчет игрушки. Мне бы не хотелось, чтобы через, ну, мне, не знаю, через пятьдесят лет, может быть, да, вот, но мне бы не хотелось, чтобы наш мир наполнялся роботами. Мне бы вот хотелось, чтобы он ими наполнялся, но я их не видел. На самом деле, как бы, так, то есть, я даже нашел случайно и не случайно, любимое дело основы экономики – это к вопросу, чем заниматься людям, когда Сергей сделает столько смарт-заводов, что людям нечего будет делать, как в Южной Корее рассказывали, да, ребята. Это, на самом деле, набирает такая тенденция, то, что ремесленничество, не все хотят быть кодерами, да, вообще, многие вообще не хотят компьютера. И сегодня реально есть тенденция, когда телевизоры из домов убираются, да, у кого из дома телевизор? Ну, не у кого, понятно, у меня тоже нет. Вот. И чем-то люди пытаются заниматься другим. Отлипают от этого, конечно, ящика. Человеческий капитал, я про него немножко рассказал, про энергию не помню, почему здесь энергия написал, но, наверное, энергия… Есть программа по ГЭСу, да, к 2050 году ГЭС должен быть остановлен. Все гидростанции России к 2050 году должны быть остановлены, но если он там еще 20 лет будет, например, майнить на это электричество, ну, наверное, мы консенсусно поддержим такое решение. Про электричество, ну, тут, наверное, экология и энергия вместе связаны, так, здоровье, семья, 1,7 миллиардов, ну, это больше такое тоже размышление было. И второе мое, можно сказать, профессия – это маркетинг, а вот в последнее время еще и нейромаркетинг, поэтому вы можете даже не смотреть, вы это увидите. Это мой эксперимент над… извиняюсь над вами, друзья. Так, ну, главная наука. Здесь я не мог, как бы, избежать вообще этого дела, ну, потому что, действительно, наука, эксперимент. Кто-нибудь знал из вас, что слово «искусство» и «эксперимент» – это одно и то же? Да, ну вот. На самом деле искусство и эксперимент – это одно и то же, да? Вот. А если мы говорим о науке, красивой науке, ну, здесь мир, уже это, мне кажется, поздно я писал уже, просто зашифровка какая-то. Свобода попугаем – это тоже эксперимент, можете на это внимание обращать. А вот насчет ботов, а не рабов – это очень фундаментальная, важная вещь. Сейчас мы ее не сможем нисколечко, наверное, обсудить, но я вот этический аспект использования роботов или ботов, да, в нашем мире, он как-то особо не поднимается, потому что, видимо, еще не было таких прецедентов, но я думаю, что многие в будущем захотят рабов, которые они имеют на своих фабриках, на своих предприятиях, и это, ну, не секрет нисколечко, да, что к рабочей силе и труд – это всего лишь в экономике считается одним из средств производства, поэтому вот так плавненько подводят нас, ну, и само слово «работа», да, она как бы от слова «раб» вроде нам, как говорят, хотя это может быть ошибкой. История показывает, что очень много понятий нам подменяют, поэтому слово «работа» в будущем может писаться через «о» или там, я не знаю, «ра» – это «ра» и «боты», то есть корень может переместиться в «бот». Ну, задача пятилетки – это тоже, так скажем, эксперимент из когнитивного нашего направления работы. Я прошу вас относиться к роботам точно так же, как, ну, наверное, и к себе, не меньше, вот, и ни в коем случае постараться, чтобы они не превратились в рабов. Роботы экономикой имеют шанс заменить регуляторов искусственной высвободив трансформационных звезд в полезности? Да, в криптостиле. Ну, у меня с глазами немножко в последний день была проблема. Ну, это, наверное, самый главный посыл, Сергей, который я хотел, как бы, послать на конференцию и вообще на ребят, которые занимаются подобными проектами, в том, что действительно, ну, очень сложно еще говорить, что будет после того, как мы все транзакционные издержки уберем, и как мы уберем, экономисты занимаются вообще тем, что планируют, но нас учат, что все, что мы планируем, сто процентов не сбудется. Но не планировать нельзя, вроде бы, да, есть теория хаоса, есть управление без планов, но обычно мы тренды какие-то стараемся на основании статистики большой переработанной даже не просчитать. Очень сложно большие тренды просчитывать массивами конкретной математики. Не знаю, у меня несколько, может быть, лет пять назад появилось такое, что экономика и вообще финансы, например, называют кровью предприятия. Я, например, заходил на многие предприятия, участвовал не в рейдерских захватах, но в экономических захватах, и предприятий много прошел. И я вам скажу, что в какое-то время мне бы хотелось, чтобы те, кто с экономикой не связаны, почувствовали ее влияние. Иногда вы начинаете, как доктор, чувствовать, что с предприятием что-то не так, даже несмотря на баланс, а смотря в целом на него. Так, выводы, кратко. Национальную экономику. Я зря так, конечно, написал, что я пытаюсь описать быстро. Я хотел сказать про очень важную женщину, которую зовут Елена Ростром. Всем очень рекомендую, кто занимается сегодня в сфере и робоэкономики, и вообще, у кого появляются вопросы с правом, с правом владения роботов, чего-то, да, и так далее. Посмотреть. В 2009 году действительно Елена Ростром получила Нобелевскую премию. Казалось бы, за немыслимой. Почему она так вообще, как она пролезла сейчас, и почему эти два события Сатоши Накамото и Елена Ростром соединились в одном году, тоже непонятно, но официально неоинституциональная экономика считается, что с 2009 года началась. Женщина написала очень интересную работу относительно имущества и общего владения этим имуществом. Не знаю, кто будет владеть роботами, но есть предположение, что хорошо бы, если бы ими владели все и сразу. Если у него будет один хозяин, мы просто поменяем костыль старой промышленной экономики на очень современный, быстрый робота-костыль, и побежим точно так же. Будут также продолжаться войны, будет также продолжаться борьба за капитал. И мое заключение, что, скорее всего, мы должны именно в этот момент сейчас немножко переосмыслить ценности, которые нами толкают каждое утро, каждый день, когда мы общаемся с нашими подчиненными. У меня был опыт, можете не сомневаться, порядка 700 людей управлял в розничной сети. И, честно вам скажу, старые экономические способы, они неэффективны еще и тогда были. Приходилось всегда перерабатывать. А то, что сейчас мы имеем со смарт-контрактами, то, что мне сейчас Александр рассказал из Новосибирска, как они сейчас работают. Самое последнее время дистанционно очень много работаю. Я вижу в этом, как бы, да. Блокчейн и проекты, которые вы все делаете, они должны усилить направление отхода от старых этих ценностей. Еще раз, институты – это обычаи, и эти обычаи, они уже меняются. Вопрос, какой скорость. У меня большой очень, как бы, тоже просьба не замыкаться в своих комьюнити профессиональных, выходить чаще к людям других профессий, да. Например, в институте я начал рассказывать про блокчейн, у меня там сразу организовались и архитекторы, и философы. То есть люди, казалось бы, никогда не связанные с IT, ну, вот так, предметно в своей профессиональной деятельности, они в том, что происходит, видят очень серьезную глубину. Поэтому прошу вас выходить из своих пещер. Мы тоже там в пещерах, иногда сидим в лабораториях. Выходить, разговаривать на простом стараться языке, потому что, ну, я понимаю, что здесь специализированная публика была, но очень через слово ты понимаешь, и поэтому от этого зависит, когда в наших, когда в Самаре, например, там месяц назад решил, ну, так, эксперимент. Все, фиат кончился, сейчас у меня тут есть крипта, давай есть. Хочу есть. Все, то есть сегодня выход на рынок, когда он хотя бы даже начнется, я не знаю, в Тольятти можно что-то сегодня за крипту купить? Нет, наверное, это ожидание. Ну, если только ты не позвонишь. Эмплой, да я понял, дронэмплой, это сотрудник, и он может принести. Давайте двигаться больше на рынок, на конкретные рынки. Мы хулиганим, я рассказывал кому-то, мы приходим в кафе, разговариваем, говорим, вы не против, если вы тут даже можете не принимать биткоин, скажите, потом разберемся, наклеечку просто, accept it, accept it, биткоин upset. Порядка там, ну, не важно сколько, никому не говорите, что это я делаю, придумал. Но мне важно поддержать рынок, чтобы у него появился интерес не только к инвестициям, сумасшедший хайп, да, который существует, и про пятый мах, и я закончу все. Так, тенденция ненавязчивости, это про то, что я говорил, я хотел бы, чтобы роботы, даже такое слово, случайно нашел, я его, ну, английский язык неплохо знаю, но даже говорить не буду, как оно произносится, несложно произносится на самом деле, да, но тенденция ненавязчивости, это мне кажется, ну, не знаю, с Азикой Азимовым я бы посоветовался, как ему тенденция ненавязчивости, я думаю, он был бы не против. Когнитивные эксперименты, экспериментальные РДшки, это я сейчас не буду рассказывать, кому интересно, я там вечером расскажу, но это РД, это как раз еще один development, тот самый из нашей общей сферы, эскиз экономики будущего. Есть такая у нас практика интересная, в университете появилась, мы попытались, я вернулся в науку, я так для себя решил, начинаю сейчас готовить там основу для диссера, как говорится, тему я выбрал мета-язык, и оказалось, что формулами, формулами некоторые понятия, которые никогда раньше формулами не пытались описать, на самом деле описать получается интересно. Например, там написали формулу, много формул написали, но самое, которое вызвало большой интерес, это формула общественности. Вот как в формуле можно общественность, но зато любой человек, маломальский алгебру хотя бы в школе изучавший, он может прочитать формулу, посмотреть, ну да, да, подходит. Поэтому при выходе из наших скорлупок нам нужно находить какие-то вещи. Математика, я считаю, универсальный язык, поэтому формулами некоторые понятия входят хорошо. Вы думаете, что такое экономика будущего в этой формуле? Да, тут как бы сумма издержек институциональных плюс институт МЭТа. Есть такое понятие институт МЭТа, оно не монетизируется, оно имеет основу под собой смысл института. Вот, ну там, пенсионная система, да, вроде бы как бы институт, мы все приняли, что он должен быть. Вот, но его суть не в том, чтобы создать пенсионные фонды и раз в 10 лет наблюдать, как они рушатся. Его суть, чтобы наше старшее поколение попадало, так я его называю, как бы на скамью а-ля пака, да. То есть как-то, ну, если ты социально был, пускай даже не очень активен, ну, жизнь свою прожил хорошо, нету там никакого государства. Мы как-то передали некоторые институциональные функции, которые выполняются и издержками насыщаются государству очень много. И это как бы не мои слова, но мне все говорят, что меня скоро за такие слова могут начать искать, но не важно, пускай ищут. Поэтому некоторые функции институтов, на которые вы будете направлять свои проекты, вы увидите, что они, основа вот этого института МЭТа, они по сути никакого отношения не имеют, их очень просто и быстро, я думаю, так даже прикидывал, вспоминая там свои прошлые успехи в программировании, даже я это на бейсике могу написать, ну, сяду, сейчас восстановлю все в памяти, все это напишу. Ну, не получится, не получится масштабировать, не получится, да, но функционал примерно понятен. Так, сумма костинститута исчезает через… Ну, здесь тоже был такой в порядке творческого бреда эксперимент мозговой в том, что создав несколько… Я все уже заканчиваю, прям, просто пример, да, то есть создав несколько ботов или несколько программ, которые могли бы уменьшить, ну, конкретный участок, который порождает вот эти самые транзакционные издержки, ну, что делать с людьми, да, я поговорил с несколькими чиновниками, говорю, вас устроил бы такой вариант, что вот, например, вот молодой человек, который пишет эти боты, да, там, роботов, и уменьшает эти издержки ваши на зарплату, вам подарит этого бота, он вам подарит, да, государство вам еще три года даст на то, чтобы вы получали ту же самую зарплату, бот будет делать за вас работу, вы будете дома три года думать, чем заняться. Тебе это устроило, там, 8 из 10 чиновников сказали, да, конечно, я не хочу ходить больше на работу, сидеть, просиживать штаны, по сути, да, там, 40% времени, конечно, это в среднем, да, там, нагрузка, на самом деле, у чиновников, не вот те, конечно, там, круглыми сутками они впахивают в поте лица, вот, 8 из 10 сказали, что да, меня это вполне устроит, а если вот масштабировать это, ну, как бы тоже идею, задачу, то мы, в принципе, за короткие очень сроки можем схлопнуть эти издержки, люди займутся любимыми делами. Ну, спасибо за внимание, все. Мне, на самом деле, как бы, я заканчиваю, да, еще вроде как последний такой, ведь немножко перегорел, может быть, сидел, сидел, когда, когда, когда. Я всех хочу поблагодарить, на самом деле, потому что я ехал с таким ощущением, что я попаду, несколько раз попадал на конференцию, где, ну, просто, все, все, все понятно. Вот, конференция, я считаю, простым языком, даже с неимением опытом, но была полезной, она была как-то живенько, все интересно. Вот, если я какой-то ерунды наговорил, ну, меня простите, пожалуйста, потому что я тут месяц копался, 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 вот, я думаю, что процентов 40 я вам еще, ну, даже меньше, вернее, больше не рассказал каких-то интересных вещей. И у меня Сергей, он мне сказал, говорит, блин, у тебя интересная такая фраза была, как ты сказал, методологическая археология, да. Я, на самом деле, попытался, как бы, сделать то, что сейчас называют методологической археологией, в экономике то, что происходило. Но я думаю, что оно сейчас просто еще у меня всплывать будет, просто времени чуть не хватило. Я ребятам готов все свои вот идеи, которые туда будут сейчас приходить, закидывать. Я думаю, что это надо шире, шире разводить мосты. То есть вы сейчас пока разводите, как бы, ну, узкоспециализированно, давайте их попробуем разводить шире. Хорошо, Артем. Все, спасибо большое. Буду рад тебя видеть на шринице. Благодарим Артема. Спасибо еще раз. Кстати, есть одна. Я недавно, когда был в Киеве, встретился с сотрудником ПВС, и мы с ним обсуждали как раз вопрос транзакционных издержек и их снижения. И он меня натолкнул на мысль, и я с ней согласился, что когда транзакционные издержки будут сведены до критических нулевых значений, пропадет предпринимательский смысл. Потому что именно в транзакционных издержках лежит весь предпринимательский смысл. Отключился уже, не отключился. Насчет предпринимательского смысла в транзакционных издержках он не лежит. В транзакционных издержках лежит прибыль, которую зачастую просто предприниматель, как ловец возможности, да, вот видишь, что есть это издержка. Ну да, как раз мы об этом говорили, что экономические стимулы предпринимателя, и они там, где выше, То есть предприниматели активнее работают на тех рынках, где высокие транзакционные издержки, потому что они могут больше извлечь прибыли с рынка, продавая ту же самую продукцию. Поэтому при роботизации мы будем видеть снижение транзакционных издержек и, в принципе, уменьшение класса предпринимателей как сущности в мире. Хорошо, ты подключаешься к этому, но давай матаппарат или научную методику. Я говорю тебе, что транзакционные издержки на рынке, в них заложен экономический стимул предпринимателя, который может их направить. Еще раз, мы рассматриваем конкретное понятие игр предприниматель, человек, который приходит на рынок для того, чтобы извлекать прибыль. Хорошо, друзья, у нас сейчас начинается 6 часов. Ух, это было долго.